Всем доброго времени суток, меня зовут Светлана и я сегодня нахожусь на одной из тех самых гостиниц Витязева, которые подлежат по судебному предписанию сноса. Здесь у нас получается участок 5 гектар, то есть вот он забором обнесен и с этой стороны можно увидеть большую-большую территорию, то есть вон тот забор и вот эти все здания, они относятся к этому участку 5 гектар. Рассказываю как была ситуация, потому что меня позвонили, позвонила пострадавшая сторона на тему того, что действительно мы многого как бы не знаем со стороны и вот показал документы, суть которых я вам сейчас буду рассказывать, то есть здесь не все так однозначно, как могло показаться в прошлый раз, когда я здесь оказалась. То есть данная территория, вот вообще вот эти вот участок получается 5 гектар, которые вам сейчас показывала, они не являются природоохранной зоной, как везде все пишут, то есть вот с этим посылом меня и вызвали сюда. Оказывается участок был получен на аукционе более чем за 19 миллионов рублей, еще в далеком 2015 году. Арендная плата оплачивалась государству в том же размере каждый год. Сейчас идет получается своеобразный захват территории, который кому-то видимо очень понравился. Зачистка идет, соответственно, как вы видите, полным ходом. Причем зачистка, я вот забегая вперед скажу, что вот в этом здании зачищали именно так, чтобы это здание было впоследствии непригодно для продолжения каких-либо строительных работ. То есть если вот они его начали сносить, они его сносят полукапитально, чтобы человек больше с этим объектом, кроме как разрушить его полностью, уже ничего не смог сделать. Здесь у нас по соседству получается после этой гостиницы есть еще одна, и там тоже вот буквально вчера начали ковшом прямо с середины здания внизу отрывать куски строительного материала. То есть получается уничтожать начали. После окончания аукциона, подписания всех договоров и актов приема-передачи, после получения всех документов по экологии, геодезии, составления планов, были поданы документы на получение разрешения строительства. Администрация города-курорт Анапы вставляла палки в колеса. Разрешение на строительство было получено лишь через суд с арестом на осуществление какой-либо деятельности на участке. Приставы работают день и ночь, и я действительно вижу, что за тем вот зданием разрушенным, там сейчас работает эскалатор, то есть еще один фундамент он тоже разрушает. А кому-то очень сильно хочется получить именно этот участок, что в 2017 году Министерство природных ресурсов Краснодарского края включает данный участок в Анапскую пересек. Согласно ЕГРП, участок относится к застройке под гостиничный бизнес, строительство в силу данных документов разрешено, никаких ограничений выписка не имеет. Министерство вступает в судебное дело в качестве третьего лица, и на основании приказа о входе участка в резервируемую территорию просит отменить решение о выдаче разрешения на строительство, просит расторгнуть договор аренды. Закон не имеет обратную силу, но суд удовлетворяет иск. Мы с вами можем только догадываться, какая немыслимая сила тянет этот продуманный план по захвату и осуществлению своего «хочу». Опять-таки, это не мои слова-примечания, так сказать, авторы данного сюжета, а именно тех людей, которые меня сегодня пригласили сюда. Разрешение аннулируют, но здания уже построены. Департамент имущественных отношений Краснодарского края входит в суд с иском о снесении построек и бьет на то, что участок входит в резервируемую зону. 15 марта 2019 иск удовлетворен. 5 сентября 2019 года в администрации состоялись слушания по корректированию списка участков, входящих в резервируемую территорию Анапской пересыпи. И, о чудо, этот участок исключен. Значит, все действия суда, приставов, министерства, администрации по выживанию людей с их территорий незаконны. В общем, вот такая информация мне, соответственно, сегодня попала в руки и от лица, который непосредственно является владелицем данной гостиницы. Здание, не поверите, вот в котором я сейчас нахожусь, уже отделано как снаружи, так и снутри. Осталось только занести мебель, как говорится, и уже этим летом эта гостиница на 95% работала бы. Даже лифты здесь установлены. Представьте, какая работа проделана и что ждет остальные гостиницы, то есть мы уже с вами прекрасно понимаем. Я абсолютно не знаю, что в данной ситуации сказать, кроме того, что Анапская пересыпь оказывается на вот эту часть, не распространяется. Это тоже мне сегодня сказали. То есть фея, которая строится там, вот эти гостиницы, вот это. То есть все вот от этой дороги туда, оказывается, в Анапскую пересыпь не входит. То есть я всегда считала как? Вот если Анапская пересыпь, в моем понимании, это от полосы моря, да, вот где только начинается песчаный пляж и, соответственно, начинаются барханы, до, получается, лимана. Вот у меня это была вот такая картинка в голове. То есть одна половина, которая, кстати, ближе к морю, она не является Анапской пересыпью. А вот эта сторона, где степная, где уже ближе к лиману, оказывается, относится к пересыпи. Вот я вот то, о чем я в прошлый выпуск говорила, ребят, то есть двойные стандартные. Как можно вот эту часть считать пересыпью, а вот эту нет? То есть здесь я немножко даже уже начинаю склоняться к тому, что, может быть, действительно, это искусственно создали, этот термин Анапской пересыпи природоохранной территории, только ради того, чтобы получить этот участок. Тем более, если действительно я видела разрешение на строительство, я видела аукцион, который выиграли, получается, люди. Здесь вообще вся вот эта территория, 20 гектар, это здесь 4 больших участков, получается, по 5 гектар. Вот этот там участок дальше, вот перед феей, вот с этой стороны, и вот этот, соответственно, тоже в эту территорию входит. И то есть я видела реально аукцион. То есть люди это не просто так говорят с воздуха, вот мы выиграли аукцион, у нас было разрешение на строительство. Я действительно в глаза видела это разрешение на строительство. Почему, получается, у людей сначала дают разрешение, потом забирают, потом придумывают какую-то Анапскую пересыпь, потом в эту пересыпь делят как-то, где есть она охраняемая территория, где нет. То есть, ну, получается, реально, то есть мы спрашивали, да, был у нас такой вопрос, почему эти гостиницы трогают, а другие нет. А все просто, потому что, оказывается, пересыпь по этой стороне, а по той стороне не пересыпь. То есть, получается, вот эту зону мы не будем охранять, а зачем нам ее охранять, ведь возле моря можно ничего не охранять, нормально, и так сойдет. А вот эту вот, пожалуйста, тут не стройте, тут вот этот участок относится в эту зону. То есть, ну, логика у меня такая, что здесь все это сделано искусственно. Напишите в комментариях, я не знаю действительно, как вот решится судьба этого участка, в том числе и этих гостиниц. Еще такой интересный нюанс, вот вы видите сейчас вот гостиница напротив, которую уже начали сносить, да, и вот потихоньку разбирают окна. Я сначала, когда подошла, думала, что, может быть, это, ну, разрешили собственнику, хозяину вынести, получается, какие-то хотя бы материалы, спасти их уцелевшими. Нет, друзья, вы сейчас будете шокированы. Администрация заключает договор с каким-то подрядчиком, будем называть его с подрядчиком Н. Этот подрядчик получает деньги, но вы думаете, наверное, что и строители работают за деньги. А вот как раз-таки строители, которые выносят материалы и забирают их с собой, работают здесь за материалы. То есть договоренность у подрядчика с этими, с их строителями такова, что они бесплатно работают, но забирают материалы. То есть, получается, я-то думала, что, может быть, себе хозяин хоть как-то убытки уменьшить заберет эти окна. Нет, администрация нашла подрядчика, который получил деньги, а подрядчик вообще бесплатно нашел рабочую силу и просто растащили материал. Вот такая вот история. Все очень здесь интересно, скомкано. Я не знаю, кому этот участок понадобился, но мне жалко реально труд людей. Если бы действительно работал этот термин «Напская пересыпь», то надо было бы заниматься и остальными участками с гостиницами. А так как это не делается, якобы попадает только один участок, то значит, этот участок реально кому-то просто понадобился. И вот эта ситуация больше всего расстраивает, потому что хозяева абсолютно ничего не понимающие строили, строили, у них было разрешение. А потом, бац, в один момент, оказывается, им строиться уже нельзя. Так что вот такая вот ситуация. Я-то думала, что здесь все чисто, прозрачно, ну, раз вносится, значит, незаконно. Но когда я увидела документы на разрешение строительства, аукционы те же самые, увидела, что какая-то часть не относится к «Напской пересыпи», а какая-то искусственно там в 2017-м, потом в 2019-м были поправки в эту пересыпь. Так что вот тут очень много неясностей, очень много тонкостей. Вот как-то так. Я вот решила осветить эту сторону не с одной стороны, да, со стороны там закона, но и с другой стороны, со стороны потерпевшей, которая, оказывается, может быть и незаконно потерпевшая. В общем, жду вас в комментариях. Если есть какая-то еще информация, обязательно звоните, пишите. Вот как меня вызвонили, я приехала, я сказала вот другую сторону, которую я не знала на тот момент. Надеюсь, информация была полезна. До свидания. До свидания.